Всем привет! Я дальше сегодня буду рассказывать вам о книге, которую я прочитала буквально вчера. Это моя любимница Диана Лампит. Её изумительная книга «Уснути только». Если вы верите в инкарнацию, в приселение душ, это для вас просто святая вера, то книга вам нравится совершенно точно. Ну, по крайней мере, я сужу о себе. В чём здесь суть? На самом деле, сама книга — это такое хорошее описание и её истории, и её сути, потому что на передней фразации я в 2015 году сделала надпись, которую я сейчас вам прочитаю. Такое же издание книги было у меня в 1990-е. Книгу я нежно любила, но, увы, она была украчена. Все эти годы я безуспешно пыталась найти, и вот я держу её в своих руках. Наконец-то! Книга была, но зато в отличном состоянии. Да и не это главное. Главное — на страницах книги, спрятанного в её строчках, буквах, знаках препятания. 3 сентября 2015 года. Лопатина Дарья Анатольевна. Россия. Город Батан. И уже сама автор добавляет в изумительнейшем заключении послесловие, в котором вообще пишет о том, что в её книгах вымесил, а что правда. И мне кажется, это совершенно изумительно, и ещё больше может подстегнуть читателя к изучению историю Англии. Я не буду вам зачитывать всё послесловие. Это книга, сочетание фактов и вымысла. Однако основные события по большей части правдивы. Итак, что же мы имеем в наличии? Если вы любите историю Англии, ну или хотя бы просто знаете её, одно совершенно другому не противоречит, вы встречаете несколько знакомых лиц, легендарно-исторических, которые ставили свои следища, истории, и, быть может, будете рады такой вот встрече. Книга состоит из трёх повестей, которые происходят совершенно в разное время, даже в разные эпохи, в три разные эпохи, с людьми, казалось бы, совершенно разными. И объединяет эти три повести, чуть не сказала, совести. С первого взгляда одно. То, что это Англия, место действия. Частное заселение Мэйфилд, надеюсь, не соврало. Но на самом деле всё гораздо интереснее. Дело в том, что, как я уже сказала в начале, здесь очень ясно прослеживается реинкранация. И вот, хоть люди в этих трёх разных повестях носят разные имена, но на самом деле это одни и те же души, которые превоплощаются в следующих своих жизнях. И это касается не только главных героев. И так, знаете, интересно очень, когда читаешь, узнавать те или иные личности в их следующих перерождениях. Но с главными героями проблем особо не возникает. Но вот со второстепенными порой чуть дольше призадумываешься, кто это вообще был сейчас. И всё так очень занимательно, написано очень лёгким языком, увлекательно, интересно. Единственное, я хотела бы подметить, что оно и в первых двух повестях так, что романтичная линия очень очевидная. Но там это не портит процесс чтения. А вот в третьей повести, может быть, и несправедлива, но мне показалось, что автор очень торопится закончить и в торопях написала что-то... В общем, отличная линия там слабая и ещё более чейная, чем в первых повестях. Если ранее эта линия вызывала живой интерес, и хоть я понимала, ну, чем всё закончится, но, по крайней мере, была небольшая интрига по поводу именно развития процесса самого... Вот они итога. Но здесь и сам процесс удовольствия мне как-то не доставил. Но подчеркну, что среди всех книг о линканадзице художественных, а я их читала не очень много, пожалуйста, если вы знаете какие-нибудь достойные книги, художественные именно, где тема которых является именно перерождение, то посоветуйте мне. Мне как раз нечего читать. Я не теряюсь, чтобы не почитать. Я желательно, чтобы было свободно доступно. Спасибо. Вернёмся к нашим иранам. В общем, несмотря на некие минусы, которые я озвучила по отношению к третьей поиске этой книги, всё равно эта книга остаётся моей любимицей, и я её буду перечитывать вновь, вновь и вновь. Вот. Что я вам советую? Единственное, если вы будете читать её самый-самый первый раз, возможно, вы будете поначалу немножечко путаться в именах, потому что когда души людей перерождаются, они, конечно, носят уже другие имена, у них другая история, но имена запоминать несколько будет вам, наверное, сложно с первого раза. Вот я читала, причитала уже далеко не первый раз книгу, и у меня такого затруднения не было. Но у вас может появиться. Также я хочу подметить, что книга побеждает живейший интерес к истории Англии, несмотря на то, что я её знаю. И я даже психанула. Я полезла в интернет искать информацию об этой деревне, в Мэйфилд, но, видимо, у меня руки немножко не с того места растут, я плохо развиты навыки поиска, но я только ничего не нашла, нашла только что, это одна из самых старейших деревень Англии, представляете. Ну, я немножечко фоточек нашла, там очень красиво. Ну, пожалуй, мне пора закругляться, и ещё раз скажу, что я крайне рекомендую вот эту вот книгу. Диана Лампит, «Уснути только», и она, правда, классная. Ну, не исключаю, что она не всем зайдёт, как зашла мне, но я очень надеюсь, что вызовет восхищение. На этом всё. Пока-пока и до скорых книг.